Добрый день дорогие мои друзья! Вы на канале Галина Коломейко, Кройка и Шитьон. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной, нужной и важной для всех нас темы. Это чем отличается художественный эскиз от технического эскиза. То есть мы все сначала видим либо в интернете, либо в журнале какую-то красивую картинку. Она, это как правило фотография или рисунок, который сделан в каком-то цвете. Но эта картинка еще не является для нас как бы той целью... И вот, например, я показываю вам вот такую вот картинку. Но это еще не является той целью и задачей, которая нам нужна для того, чтобы начать ее изготовление. Поговорим сегодня вот о такой, допустим, блузке. Нам она очень нравится. Ну, начнем с того, что мы должны ее перерисовать. Мы должны... Вот это мы видим художественный эскиз. Мы должны видеть с вами эскиз технический для работы, в котором была бы четко передана форма этого изделия. Так? И были бы прорисованы именно все те элементы, которые позволяют эту задачу нам решить. То есть выточки, рукава, воротник, планка, силуэт и так далее, манжеты, если одни есть. И не все мы можем разглядеть на этом рисунке, на этой фотографии, вернее. Поэтому что-то нам приходится обязательно додумывать. Не видим мы также и спинку. И это тоже нужно нам нарисовать. Сейчас мы попробуем с вами это сделать. Вот хотя бы на примере вот такого вот понравившегося нам изделия. Что еще хочется здесь сказать? Посмотрите, во-первых, какой контраст. Какой контраст верха и низа. То есть это те самые два квадратика, которые обычно не люблю и которые стараюсь не делать. Но мы не видим все целиком, весь образ. Может быть она высокого роста, может быть у нее длинные ножки, красивая вот эта вот вытянутая нижняя часть. И тогда это гармонично, и тогда это хорошо. Что еще, если мы хотим применить вот именно такую вещь, именно такую блузочку для себя. Или такой вообще в целом образ. Посмотрите, какие широкие, гипертрофированные широкие здесь рукава. И какая при этом тоненькая талия у нашей модели. Вот они потому и широкие, что талия у нее тоненькая. Если вот такие широкие рукава, которые сейчас нам очень нравятся в пропорции, в гармонии, да, применить к очень широкой талии. Или на человека, у которого еще тем более есть какой-то животик, да, и талия при этом очень широкая, будет широко в теле, будет широко, еще более широко будет по бокам в этом месте. И весь целым силуэт проиграет. Вот понимаете, как важно оценить трезво, реально, адекватно ту картинку, которая нам понравилась. Ну а сейчас попробуем ее изобразить. Значит, чем отличается тема нашего сегодняшнего занятия от художественный эскиз, от технического эскиза? Наша цель – изобразить эскиз, конечно же, в первую очередь технический. Для этого кладем перед собой нашу картину и пытаемся нарисовать. Я пока работаю в карандаше, потом, когда мне получится нарисовать удачно, я перерисую это поярче. Смотрите, как я рисую. Два плечика. Прежде всего, изображая, мы не должны уметь рисовать, если мы умеем хорошо шить. Нам не обязательно это делать, но нам надо обязательно научиться четко передавать те детали, которые расположены в тех или иных местах, чтобы мы могли сшить это изделие действительно достоверно и действительно правильно, так, как мы его видели вот в этом художественном эскизе. И проводником на этом пути для нас будет как раз эскиз технический, который я пытаюсь сейчас сделать. Самое главное – это сначала нужно изобразить контуры нашей фигурки. Два плечика, горловинка. Дальше. Вот это боковые швы. Дальше я примерно выбираю линию талии. После того, как я выбрала линию талии, я делю расстояние от плечиков до талии пополам, и у меня получается линия груди. Дальше я рисую бедра. Они будут ориентированы по своей ширине на ширину груди, никак не на плечики. Вот примерно вот так вот будут у меня бедра. Ну а дальше я рисую, собственно говоря, как бы ножки. Но сами ножки я изображать не буду. Я изображу только контуры, допустим, вот того, что я вижу там. Вот так у меня примерно получилось. А сейчас я буду прорисовывать уже те рукава, которые я вижу. Вот я вижу вот такие широкие, вот здесь объемные, вот какие-то рукавчики, да? Причем они узенькие вверху. И я только могу догадываться, что там у нас, как они закончены. Или они закончены, ну на резинку, наверное, вряд ли. Может быть на какой-то неширокий маншетик, они вот здесь закончены. Может быть на какой-то рулик, просто вот так вот обработаны. Но этот рулик по своему размеру подходит мерочке нашей ширина рукава внизу. Потому что эти широкие рукава, они как бы находятся у нас на... Вот так вот по пропорциям, да, поярче. Они находятся на том месте, где мы меряем мерку ширина рукава внизу на уровне длины рукава в три четверти. Вот так мы нарисовали тоненькая талия, широкие вот такие рукава. Мы речь, мы хотим шить блузку. Поэтому мы начинаем понимать, какая блузка. Скорее всего, немножко приталенная по бокам. Почему? Потому что мы не видим здесь много-много ширины. Мы не видим выше пояса, мы не видим какой-то сборки. Значит, я и рисую эту блузку вот такой вот приталенной. Зачем? Затем, что мы видим? Мы видим, что у нее есть вот тут вот планочка. Если у нас размер маленький, то мы можем обойтись без нагрудной выточки. Если у нас размер уже побольше, допустим, уже 48 размер у нас идет, то тогда нам нужна нагрудная выточка. Конечно, лучше всего сделать ее вот так незаметной из бокового шва. И чуть-чуть приталить наше изделие по бокам. Никаких выточек талиевых мы тоже здесь не видим. Дальше что? А дальше у нас идет воротничок. И мы явно видим, что этот воротничок идет на отрезной стойке. Ну, как мы ее изобразим? Давайте мы как-то вот так вот ее изобразим. Вот, мы изобразим эту нашу отрезную стойку. Вот и все. И вот теперь нам уже понятно, что мы с вами хотим сделать. Пожалуйста, я сделаю поярче результат. Вот так у нас идет воротничок. Вот так у нас идет. Мы показали, что он на отрезной стойке. Планки у нас идут. Неудобно рисовать перед камерой? Лучше извините, если я не очень красиво это изображу. Ну, я думаю, что вам все равно понятно, да? Очень широкий рукавчик. Вот, пышный внизу. Вот. Затем. Причем, смотрите, широкий рукавчик у нас только идет внизу. А вверху четко, красиво оформлена у нас вот эта вот линия плеча. Никакой сборочки там нет. Значит, я догадываюсь, что к рукавчику применена что? Лучевая раздвижка. Какая будет спинка? Мы ее не видим, но обязательно должны ее прорисовать. Конечно, два плечика. Конечно, силуэт будет повторяться. То есть, он слегка приталенный, да? И, конечно, мы нарисуем вот такой вот пышный на спинке рукавчик. Что там еще у нас есть? Ну, не знаю. Если маленький размер, то там нет вот этих выточек. Если большой размер, то, конечно, нам эти выточки нужны. Вот, скорее всего, я изобразила. Это у меня получился технический эскиз. И примерно вот в таком алгоритме мы должны поступать каждый раз, как только мы решаемся, что нам нужно шить то или иное изделие. И для того, чтобы закрепить эту информацию, давайте посмотрим еще несколько картинок и попробуем нарисовать с вами на основании эскиза технического, художественного. А мы попробуем с вами нарезать эскиз технический. Что здесь? Здесь у нас корсет, такая же широкая прозрачная блузка. Давайте смотреть дальше. Здесь платье. Хочется что-то более. Вот, посмотрите, я просто приготовила здесь то, что мне нравится для вас. То, что является сегодня какой-то, ну, трендом, что ли, тенденцией нашей моды. Мода, смотрите, опять склоняет нас к мягкости, к женственности, к какой-то красоте. Давным-давно не было рюшечек-оборочек. Сейчас, пожалуйста, они в моде. Вот это вот платье, которое я шила в детстве практически, когда было модно, вот такие защипы, складочки какие-то, да? Оборочки опять на рукавах, обратите внимание. Ну, давайте вот еще нарисуем вот такое платье. Сегодня это тоже тренд нашей моды. И поэтому хочется, чтобы, ну, вы умели это выполнять. Так, снова нам понадобится, я уже буду побыстрее, рисовать контуры нашего тела, да? Потом, что мы видим? Мы видим довольно пышную и довольно такую объемную юбочку. Изобразим она, похоже, не короткая. Изобразим ее так, да? По горловинке у нас никакого воротничка нет. А вот рукавчик у нас слегка присборенный наверху. Поэтому я изображаю его вот так. Так, затем он не широкий, затем он кончается манжетиком. Вот так, 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 да? И этот манжетик-то что такое пропадает у нас? И этот манжетик у нас... Ага, застегивается вот здесь на куговочку. И вот так он оторачивается еще маленькой вот такой вот присборочкой, оборочкой небольшой. То есть ширина рукава у нас уже не такая гипертрофированная. Повторяем все это с этой стороны, да? Манжетик. Застегивается на пуговочку. И вот здесь у нас идет вот такая вот оборочка. Что с юбкой? С юбкой мы видим, что вот здесь идут такие односторонние складки. И серединочка пустая. Сбоку еще есть складки. Вот так мы их изобразим. И скорее всего, что вот здесь у нас, если отрезная талия, заканчивается поясочком. Раз, два, три, четыре, пять. И еще посмотрите. Вот здесь у нас идет как бы планка, которая на самом деле является частью полочки. И дальше примерно сантиметровые. Раз, два, три, четыре и пять. Идут у нас вот таких вот складочек застроченных. Раз, два, три, четыре и пять. И я пытаюсь понять, глядя вот на это все. Давайте еще детально вот здесь вот закончим. Как это показать? Вот так. Вот так, 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 вот так. Чтобы вот так и вот так у нас как-то. Нет, вот так вот у нас должно быть. Вот. Еще давайте это все сразу прорисуем, чтобы вам было видно и понятно. Значит, чуть укоротили рукавчик. Это мне сигнал для того, чтобы делать, да? Видите, плечико как бы немножко укорачивается, а рукавчик вот этой небольшой сборочкой, он нахлобочивается на конечную точку плечика. Так, вот здесь идет небольшая сборочка. Здесь идет манжетик. Так, с пукавочкой. Детали все прорисовываются. Детали все прорисовываются. Раз, два, отрезная талия, там поясочек. И мы соображаем, видим, что это платье у нас, повторяю я как бы эти же складочки на спинке, мы видим, что это платье у нас достаточно приталенное. Если оно приталенное, значит, куда-то надо вшить замочек. Куда мы вошьем этот замочек? Ну, скорее всего, что мы его, нам удобнее всего вшить его в средний шов спинки. Вот в это место. А, и у нас еще головка должна проходить, значит, молния должна пойти сверху и до линии бедер. Вот так теперь схематично я поняла, что мне нужно шить. Вы скажете, а куда денется у нас нагрудная выточка? Очень хороший вопрос. Нагрудной выточки здесь на картинке нет. Она, может быть, могла бы быть в боковом шве, потому что вот в этой области у нас очень все хорошо. Но я люблю ее. Посмотрите, где у нас примерно проходит последняя складочка. И когда я шила очень много таких вещей, я ее прятала под последнюю складочку. То есть она у меня оставалась вот в этом месте, нагрудная выточка. И мне ее было совершенно не видно. Потому что она туда у нас пряталась. Сама нагрудная выточка пряталась под последнюю складочку. Конечно, это может быть не так просто сделать. Но я думаю, что мы с вами это еще разберем. Я не буду много складочек вот таких рисовать, чтобы вам опять же было это все наглядно и понятно. Четыре я вот так нарисовала. Вот так. Вот сейчас у меня законченный внешний вид технического эскиза этого нашего платья. Вот такой пример мы с вами могли посмотреть. Давайте еще что-нибудь разберем. Я много здесь историй для вас приготовила. Ну, хотя бы вот уже не такое романтичное платье. У нас посмотрим, что еще здесь есть. Вот такое романтичное платье. Смотрите, какая красота. Да? Тут юбка явно полусолнце. Те же складочки по лифу. Та же вот оборочка наверху вместо воротничка. Вырез уже горловинки побольше. Дальше что? Вот опять повтор такого же платьишка с оборками романтик. Вот это брючки. Посмотрите, мне очень нравятся брюки. Тенденция сегодняшней моды. Брючки вот такие вот гладкие вверху. Они пойдут буквально всем. И вот такие вот расширенные к низу. Похожие на юбку по силуэту. Единственное, это, конечно, очень удобные брюки. Но тенденция сегодня такова, что брюки делают очень длинные. Они буквально закрывают всю обувь целиком. И едва ли не лежат на полу. Если вы посмотрите коллекции. Но опять же, в таких брюках ходить неудобно. Поэтому мы можем себе сделать и вот такие вот брючки. Вот такая вот более естественная сегодня для нас форма брюк. Посмотрите, обувь целиком закрыта. Не добавляют эти брюки объема в области бедер и талии. И вытягивают наш силуэт, делают наши ножки длинными внизу. Едва-едва намек на раскрешение. Но какая красивая по пропорциям форма. Здесь еще объединили верх и низ тем, что создали вот такие вот брители большие. Как бы сарафан получился. Брюки-комбинезон. Какой-то намек идет на комбинезон. Тоже очень грамотное и очень красивое решение. Потому что цветовое пятно объединяет нас от плечиков до самой линии низа. Вот такая история совершенно сегодня актуальна. Брючки опять не узкие. И посмотрите, какой интересный жилетик. Жилетик это тоже создает то же самое цветовое пятно. Там какие-то широкие брители с нагрудной выточкой до талии. А от талии просто баска. И она заканчивается вот таким вот интересным, ну просто поясом на завязках. Роль которого может играть и простой ремешок серого цвета. Или вообще этого может не быть. Это баска может быть с одинаковыми кончиками. Но тренд сезона опять же асимметрия. Какая-то креативность какая-то для молодых. Для более возрастных это может быть более спокойно. Но очень-очень грамотный и правильный силуэт. И мне очень нравится вот эта тема в обычной нашей жизни. В офисной одежде. Любую одели вниз какую-то топик, кофточку, если можно так сказать. И пожалуйста, вы красотка и вы очень-очень достойно выглядите. Та же самая тема. Просто юбка. Но к ней пришиты вот такие широкие брители. Тот же самый поясочек. Брители создают видимость какого-то сарафана. И это тоже сегодня очень актуально. Впереди маленький разрез по центру. Просто она так стоит. Вот так вы должны прочитать и инвенцировать технический эскиз. Или вот такая тема. Очень мне нравится вот такой вот сарафанчик. Это тоже широкие брители. Как бы фартук какой-то своего рода. Но посмотрите какая вытянутая к юбке. Пришиты пояс широковатый. И пришиты вот такие вот как бы широкие брители. По бокам ничего нет. Посмотрите как интересно, стройно, красиво. И любую, любого из нас украсить. Даже если у вас нет такой тоненькой талии. Это все равно будет вытянутый прямоугольник. И все равно это будет просто замечательно. Вот еще одна идея такого сарафана. На каждый день, на будни добавлен какой-то поясочек. Давайте вот эту модель проработаем. Дальше уже пошли у нас. Сейчас мы к ней вернемся. Вот такие вот вещи, да? Это я приготовила для следующего марафона. У нас что-то подобное. Мы будем с вами шить. Вот и все. Давайте разберем вот напоследок. Еще нарисуем вот такой технический эскиз. Потому что мы не видим спинки. И нам нужно подумать, какая же там будет спинка. Итак, повторяю. Чем отличается художественный эскиз от технического? Ага, время уже у нас опять много. Ну, я постараюсь действовать быстрее. И так, рисуем снова нашу фигурку. Так, так, вот такая у нас какая-то фигурка. Теперь, что у нас здесь? Здесь мы видим широкий пояс по линии талии. Где-то сбоку у нас на юбочке идет вот такая вот... У нас идет вот такая складка. От этой складки... Ага, она вот так идет. Вот сюда завязывается поясочек. Видимо, он в боковой шов входит. И вот здесь вот он таким вантиком каким-то формируется. Вот таким, да? И дальше идут вот такие вот бретели. Вот так, вот так. Видно, что здесь как-то... Может быть, нагрудная выточка в них сформирована. Вот так. И вот так можно изобразить. Вот и все. Давайте это прорисуем. Так, так. Так, там сзади что-то черненькое у нас тоже есть. Так, так, так. И все. И мы с вами поняли, собственно говоря, что мы хотим с вами сшить. Вот здесь вот будет такая хорошая складка. Вот так, да? И я сейчас нарисую тот черненький поясочек, который мы там с вами видели. Ну, пусть он будет у нас как-то вот так изображен. Посмотрите, какое может оказаться, какая может быть оказаться совершенно прекрасная идея. Я заштрихую его, чтобы мы как-то выделили. Почему? Да потому что вот этот черный поясочек, он поддерживает ту черненькую водолазку, в которой у нас человек, да? И посмотрите, он вот здесь тоже черненький. Значит, как будет у нас спинка выглядеть? Ну, понятно, что это опять же та же идея юбки. Пояс широкий, он так и продолжается у нас. Значит, на спинке мы рисуем нашу юбку. Вот таким образом. Раз у нас есть застежка, какое-то движение для движения шлица, скорее всего, здесь, или складка какая-то оформлена здесь, значит, мы сзади можем ничего не делать. А впереди нам нужна еще вот здесь выточка. Одна спрячется у нас под вот эту вот, вот вот сюда, а вторая будет на своем месте. А что сзади? А сзади у нас вот эти черненькие полосочки. И, может быть, они сзади идут просто вот такими вот нашими какими-то бретелечками. Ну, я могу только предполагать. Вот такими бретелечками. Вот и все, собственно говоря. Посмотрите, какая чудесная идея и какой у нас хороший получился с вами технический эскиз. На этом разрешите сегодня закончить нашу встречу. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, пишите свои пожелания. По мере возможности я их буду вам повторять. Вот такая вот у нас получилась с вами сегодня история. И тема нашего занятия. Чем художественный эскиз отличается от эскиза технического? Или наоборот. Чем технический эскиз отличается от эскиза художественного? На нем это черно-белое изображение, форма и всех тех элементов, которые у нас будут выполнены на нашем изделии. Всего вам доброго. До новых встреч. Всегда Ваша Галина Коломейко.